МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Специалисты МЧС с начала второй волны паводка ожидаются дня на день. О том, какие районы могут попасть в зону потопления и как к приходу большой воды готовятся спасатели, спросим у начальника управления гражданской защиты главного управления МЧС по краю Николая Егорова. Здравствуйте, Николай Владимирович. Здравствуйте. Прежде всего хочу спросить, как вам такая весна, такой дождливый и холодный май? Ну, конечно, некомфортно немножко, холодно, и хочется, конечно, тепла и солнца, но природа берет свое. Те осадки, которые не добрали мы зимой, они выпадают сейчас, потому что в среднем погоду количество осадков приблизительно каждый год одинаковое. Поэтому если где-то не выпала необходимая норма, она потом будет перевыполнена в другие дни, в другие месяцы. То есть сейчас идет просто восполнение того, что не было прежде? Ну, можно сказать и так, то есть добираем до нормы годовой. Но это не обязательно должно было быть, то есть, ну, прогнозируют совсем другие развитие погодных условий на территории Алтайского края, но погода внесла свои коррективы, неожиданно приходят циклонические явления различного характера, поэтому погода меняется, и мы наблюдаем те явления, которые сейчас происходят. Ну, вот вы, ваше ведомство, всегда очень пристально следит за прогнозами погоды. Какой он будет на ближайшее время? Как долго еще будут идти дожди? Ну, на территории края у нас сформирована и работает межридностная, значит, расчетная группа аналитическая, которая готовит прогнозы развития поводка различной заблаговременности. Значит, на ближайшее время прогнозируется продолжение выпадения осадков, и, соответственно, поднятие уровней воды в реках Алтайского края. Насколько может подняться вода, и где наиболее серьезно, в каких районах? Ну, такие наиболее, скажем, мы опасаемся, что вода поднимется до своих критических значений. Это на малых реках, такие как Песчанка, Ануй, Черешев, возможно, поднятие уровня воды. На реке Обь таких больших, серьезных уровней воды поднятия выше критических значений мы пока не прогнозируем, потому что те осадки, которые сейчас выпадают, они не должны принести такой приточности, чтобы поднялась вода достаточно высоко. Но у нас сейчас начало формироваться, уже явление будет формироваться, то есть придут теплые, теплая погода, которая, дожди будут продолжаться, погода будет теплой, и, соответственно, будет начало формироваться вторая волна поводка. Вот вы сейчас озвучили Черышский район, а вот Черышский район, он попадает, опять же, в зону риска? В первую волну пострадал, а сейчас как? В первую волну там, в основном, пострадал из-за ледовых заторов, которые стояли. Поэтому, а когда начались подрывы, уже все, ну, естественно, вода пришла, опять же, обильные осадки выпадали, поэтому там ситуация была довольно-таки очень сложная. Ну, не в Черышском районе, а в Краснощоковском районе, по реке Черыш. В Черышском тоже было так неблагоприятно. Просто хочется понять, вот эти районы, которые пострадали в первую волну, вот сейчас они как переживут? Ну, пока мы прогнозируем, что без критических значений. Без критических. А когда вы ожидаете? Вот в какие дни наиболее вероятен подъем уровня рек? Ну, мы прогнозируем, что вторая волна на территорию края придет, это начало июня. То есть сейчас в горах начнется формирование второй волны. То есть это теплая погода, выпадание осадков, увеличение приточности реки, затаяние снега и ледников, значит, в республике Алтай. И, естественно, будет увеличена приточность в реках. И ориентировочно она в начале июня уже достигнет Алтайского края. То есть эта волна, она придет. И, естественно, мы находимся в готовности уже к этому мероприятию. То есть мы уже проводим... Эвакуировать людей будете? То есть может так быть? Эвакуацию мы готовы всегда. Тут зависит от людей. Мы не можем насильно эвакуировать людей. Ну, вы предполагаете, что она возможна? Вот эвакуация возможна, конечно, как... Мы всегда рассчитываем на худшее развитие событий. То есть если пройдет гладко, как говорится, это хорошо. Но мы готовы всегда к нахудшему развитию событий, которые возможны, только максимально возможны. Вот вы сейчас уже немножко коснулись темы подготовки к паводку. Вот какие конкретно меры вы уже предпринимаете? Ну, у нас готовятся, ну, как подготовленные плавсредства, подготовленный личный состав. То есть проведены дополнительные занятия, инструктажи. Также у нас осуществляется информирование населения в случае необходимости. Сейчас готовятся, ежедневно готовятся прогнозы и по уровням рек, и по температуре, и по температуре, доводятся до муниципальных образований, до единых диспетчерских служб, которые в своей работе пользуются. Естественно, до глав доводят для принятия решений. Все остальное уже, как говорится, подготовленные и которые были не готовы в свое время. Пункты временного размещения, они дорабатываются. То есть мы проводим дальнейшую работу по совершенствованию, скажем так, реагирования на чрезвычайную ситуацию, обусловленную паводковыми явлениями. Поэтому во всеоружии уже практически готовы. То есть людей уже оповещаете, получается? Ну как, мы не начинаем оповещать прямо сейчас. Мы просто у нас сейчас в таких районах во многих сотрудники раздают памятки, как вести себя в случае повышения уровня воды. А сколько спасателей и техники можно в принципе задействовать? Ну у нас вся группировка Алтайского края может быть задействована. Это порядка 4 тысяч человек. Дополнительные силы и средства нам всегда выделяют. И Сибирский региональный центр, это Сибирский спасательный центр, расположенный в Новосибирской области. Также соседние регионы всегда активно помогают. Вот в первую волну у нас работали и с Новосибирска люди. Также с Урала приезжали, работали люди, то есть спасатели, уральский спасательный отряд. То есть если потребуется снова дополнительные силы? Нарастить группировку мы можем до необходимого количества. Сколько необходимо, столько здесь будет людей и техники. Николай Владимирович, вот в первую волну паводка некоторые люди жаловались о том, что спасатели не помогали спасать скот, которого погибло немало. Вот что вы можете об этом сказать? Вот сейчас как-то этот вопрос вы в принципе прорабатываете или каким-то образом с людьми, ну не знаю, предупреждаете их о чем-то? Вы знаете, перед тем, как перед началом паводка всем людям рекомендовано, рекомендуют заранее подготовленные площадки для скота. Этим занимается администрация местная. Они готовят эти площадки, куда необходимо вводить скот заранее. Потому что у нас вода не приходит неожиданно. Мы всегда заранее знаем, когда она придет. То есть в горах поднимается уровень воды, мы знаем расчетное время, там двое-трое суток, когда вода придет уже к нам. Мы эту ситуацию знаем, до людей доводим. Но многие люди, они просто отказываются и не хотят вводить скот, потому что мотивируя тем, что потом надо будет, вдруг он убежит, будем его искать, кто за ним будет смотреть, кто его будет кормить и так далее. Значит, на этих площадках готовится запас кормов. То есть это полномочия местной администрации, они это делают, и заранее скот выводится. В экстренном режиме, конечно, спасатели помогают, но они не ветеринары, они не умеют очень. Они помогают как? Загрузить, подъехала машина, загрузить скот на машину, отправить как-то там, что-то вывезти. Но у них основная задача не допустить человеческих жертв. Вывезти людей, у них очень много работы. Когда получается, вот, на период поднятия воды проводится эвакуация, особенно людей, маломобильных людей, да, инвалидов, престарелых там и так далее. То есть скот, естественно, тоже его бросать нельзя, надо выводить его. Но здесь основная задача, это, естественно, люди сами должны позаботиться о своей домашней скотине. То есть их предупреждают заранее всегда. Ну, давайте в завершение нашей программы еще раз проговорим с вами. Вот вы назвали реки, а мы прям конкретно проговорим, может быть, какие-то районы, которые могут оказаться в зоне потопления. И ваш совет какой-то короткий людям вот в преддверии второй волны. Ну, как я уже говорил, малые реки, это Ануй, да, это Петропавловский район, это и Солонешинский район, да, то есть это вот все наше предгорье Алтайского края. Также и Черышский район, да, там большая вероятность поднятия уровней воды, то есть особенно во вторую волну они подвержены. В первую волну они не очень, а во вторую волну они подвержены сильно. Вот, то есть вот все предгорные, практически все предгорные районы, которые на территории края, они все подвержены. В двух словах скажите, что вы советуете людям? Я советую выполнять рекомендации специалистов, это специалистов МЧС, они никогда не говорят просто так. То есть если они рассказывают, что существует реальная угроза человеческой жизни и причинение ущерба вашему имуществу. Поэтому слушайте профессионалов, они помогут вам в любой ситуации. Спасибо за ваши ответы, а я напомню, что это была программа «Наше время». До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова